Стан Полозан из голоса рождённый Может, был, а может, не был, Я там был, а ты там не был. Жили-были старик со старухой, Прожили они жизнь, а детей не нажили. Как-то вечером говорит старуха, Иди, муженёк, в люди, ступай на ярмарку, Обойди сёла, найди там ребёночка. Своего не было, так чужого вырастим, Будет нам утешение. Поднялся старый на заре, Пошёл по холодку, Двенадцать сёл обошёл. На двенадцати ярмарках побывал, Но всё напрасно, Не продают детей на ярмарках. На обратном пути Проходил он через пшеничное поле, Вдруг видит, Под ногами и змеёныш ползает. Взял он змеёныша И пошёл домой, ободрившись, Всё же не с пустыми руками возвращался. А старуха стоит на пороге, Видя издали, что с ним нет никого, Начала она упрекать мужа. «Лодырь ты!» Только даром прошатался весь день. «Нет, баба, Вот несу тебе змеёныша!» «И то ладно!» «А где ты нашёл его?» «В пшеничном поле!» Обрадовалась старуха, Похвалила старика, А змеёныша нарекла Стан-полозан из колоса рождённый. Взяли они его И положили в полую камышинку, Накормили молоком И согрели на печи. Среди ночи слышат треск. Это Стан-полозан Камышинку взломал. Сунули они его в толстую катушку, Но и катушка вскоре лопнула. Сделали они колыбель из колоды, Качали в ней малыша, Парным молоком поили. Вырос Стан и сломал колоду. Пришлось ему спать в бочонке, Однако и бочонок стал тесноват. Поместили змеёныша в катку, А с катки ободья полетели. Поселили его в погребе, И жил он там на молоке семь лет. А на восьмой год говорит, «Батюшка, матушка, пора мне в школу!» Услыхав от него человеческие слова, Старик и старуха обрадовались так, Как не радовались никогда в жизни. Но школ тогда было мало. Запряг старик пару валов, Посадил приёмыша в сено, И поехал искать школу. Едут они три дня, И видят зелёный луг, А по лугу бежит коза с козлятами. Злобный волк не отстаёт от них, И козлят одного за другим пожирает. Мечется по лугу старик с палкой, Хочет защитить козлят, Но всё даром. Увидел он телегу, Бросился к ней и просит, «Здравствуй, Стан Полозан, Из колоса рождённый!» Слышал я о тебе, А встречаться не доводилось, Прогони ради бога этого волка, Не могу я из-за него Ни одного козлёнка вырастить. Спрыгнул Стан Полозан с телеги, Обвил волка своими кольцами, Поволок его по холмам, по долам, Так и эдак воздух подкидывал И чуть живым отпустил. На силу разбойник ноги унёс, И от козлят навек отрёкся. Вернулся Стан Полозан на луг, Старик поклонился ему и говорит, «Будь счастлив, Стан, Доброе дело ты сделал, Не прогнал бы ты серого, Он бы и меня съел, Уж сколько раз губил он моих козлят, Только и добра мне от козы, Что молоко пить». Присели они отдохнуть, Попили козьего молока, И снова сказал старик, «Ты помог мне, И я хочу тебя отблагодарить, Укажу вам дорогу в школу, Свернитесь с пути, Поднимитесь на холм, Там и школа будет. Как зайдёте наверх, Выйдет навстречу учитель, Берёт он за учение 300 золотых в год, Пусть Стан Полозан Остаётся у него, И он научит его таким премудростям, Каких в свете не видано. Через год, Когда придёт пора забирать Стана, Вспомните обо мне, И исчез старик. Отец вернул лошадей, Поднялись они на холм, И встретили учителя. У него уже было два ученика, И Стана он взял третьим. Вернулся дед домой, И через год продал упряжку валов, Выручил 300 золотых, И поехал за сыном. Только забыл про старика с козой. Поднимается на холм, А учитель, завидев его, Превратил учеников в трёх голубей, Похожих друг на друга, Как три капли воды. Принёс деньги? Принёс. Учитель пересчитал червонцы, И говорит, Иди забирай сына. Узнаешь его среди других? Уедете вместе. Не узнаешь? Готовь ещё 300 золотых, И переходи через год. Глядел дед, глядел, Ничего не выглядел, Пришлось попусту возвращаться домой. Бабе слёзы, А деду грех, Сынка не признал. Прошёл год, Продали другую пару валов, Опять отец в школу собрался. И хоть проезжал он по дороге зелёный луг, Но снова забыл про старика с козой. Встречает его учитель, Принёс деньги? Принёс. Сосчитал учитель золото, И говорит, Ступай к сыну, Но прежде он превратил учеников В трёх борзых псов. Одна побежка, Одна шерсть, Один лай. Смотрел на них старик, Смотрел, Ничего не высмотрел. Придётся, стану, Ещё год у меня поучиться. И поклялся учитель Перед дедом страшной клятвой, Что если он и в третий раз Не узнает сына, Пусть не приходит больше, Останется стан в школе навеки. Воротился дед домой, Старуха плачет, Причитает. Через год продал он Последнюю пару Подьяремных валов И двинулся в школу На своих двоих. Добрался до зелёного луга, И вдруг, как хлопнет себя по лбу. Эх, голова садовая, Здесь же где-то тот старик с козой, Он должен помочь. Подождал он малость, Глядь-поглядь, Идёт старик с козой. Что скажешь, добрый человек? Большие беды мне от тебя. Не печалься, Оно и хорошо, Что ты обо мне забывал. За три года Стан-Палазан таким премудростям выучился, Что иного учителя за пояс заткнёт. Сейчас учитель превратил своих учеников в коней. Одна грива, Одна поступь, Одна стать. Он хочет, Чтобы ты снова не узнал сына. Знай же, Стан-Палазан Будет посередине. Учитель спросит тебя, Принёс деньги? Ты скажи, Принёс, принёс. Ты что, боишься, Что у меня нет денег? Дашь ему деньги, А он скажет, Идём, Покажу тебе его. А ты в ответ, Не надо, Я и сам его узнаю. Пошёл дед, А учитель сразу к нему. Принёс деньги? Принёс, Принёс. Ты что, Боишься, Что у меня денег нет? Давай деньги, Идём, Покажу тебе сына. Не надо, Говорит дед, Я своё дитя сам узнаю. Подошёл он прямо К среднему коню И говорит, Хватит, сынок, В уздечке мается, Пойдём домой. Конь тут же превратился В парня, И дед, Увидев его, Едва признал Своего приёмыша. Так повзрослел он Душой и телом. Хорошо, отец, Что ты узнал меня, А то Летать бы мне Облаком по небу. Расплакался старик С учителем, Простился И забрал сына. Идут они по дороге, Смотрят, Едет в карете Четвёркой боярин. Видишь боярина, Батюшка? Вижу, Позволь отлучиться на час, И будет у нас Мешок золота. Хорошо же тебя учили Людей убивать. Что ты, Батюшка, Просто я превращусь В борзую, И барин захочет Купить меня. А ты не бойся, Продай за мешок золото, Я знаю такое заклятие, Что меня никакая цепь Не удержит. Отовсюду вернусь к тебе. Не успеешь проехать Вон ту долину, Как я догоню тебя. Старик, Веря и не веря, Отпустил стана. Ударился станозем И обернулся борзой. И пошёл круги водить. Ткнула борзая лапой В комок земли И сделался из него заяц. Борзая тут же поймала его И принесла деду. Ещё раз ударила лапой, Ещё заяц поскакал, И прямо к боярской карете. Борзая за ним, Так изловила она Пяток зайцев. Загорелось сердце У боярина. Старик, Не продашь собаку? Купи. А что возьмёшь? Да чтоб не торговаться, Мешок золота. Не стал барин рядиться, Купил борзую И тут же свистнул её на зайца. Сотворила борзая зайца, Поймала и принесла. Сотворила другого И тоже принесла. Боярин так и подскакивает От радости. Принесла борзая и третьего зайца. Ошалел жадный боярин И гонит её в четвёртый раз. Пошла борзая по кочкам, Да по кусточкам, Догнала старика И превратилась опять в стана. Боярин ждёт, Пождёт, Нет собаки. Бегает по полю, Зовёт, Что толку? Понурившись, Поехал домой И повстречал старика. Где собака? Откуда мне знать? А что пропала? Только плюнул барин, Дома спрашивает жена. Ты чего такой надутый приехал? Да вот так и так Мешок золота зря отдал. Купил борзую, Спустил на зайца, А её поминай, Как звали. Только трёх зайцев Привёз, Погляди-ка. Смотрит бояриня, А в карете Три комка земли. Чуть не лопнул Боярин с досады, А старик с сыном Пришёл домой. Обрадовалась старуха, Приветила их хлебом, Солью. И стали они жить, Поживать, Добра наживать. Однажды Стан Полозан говорит, Пойдём, Батюшка, На ярмарку, Я конём обернусь. А ты продай меня, Смотри, Только уздечку Не отдавай. Ударился Стан озим, Глядит старик, Перед ним Конь-огонь, Ржёт звонко, Ушами придёт, Копытом бьёт. В жизни Такой красоты Не видывал. Пошли на ярмарку, Сбежались люди, Дивятся, Только кому ж Такой конь По карману, Разве только Барину, Боярину, Который Счёту деньгам Не знает. Явился один Такой и спрашивает, Продаётся конь? Продаётся, Отвечает старик, А сколько просишь? Покрой его Золотом С головы До ног Твой будет. Ударили по рукам. Только условимся Наперёд, Сказал старик, Уздечку Не отдаю. Боярин Удивился, Кто же продаёт Коня без уздечки? Сбежались барыги, Заморочили старика, Он и позабыл Про уздечку. Пошли в трактир Обмывать сделку. Дочь трактирщика Вышла за двери, А конь Говорит ей, Отпусти уздечку, Милая девушка, Тесно привязали, Нет сил стоять. Отпустила девушка Уздечку, Тряхнул конь Гривой, Обернулся голубем И взлетел В поднебесье. Боярин Выглянул в окно, Увидел голубя, Сам превратился В сокола И кинулся В след. Сложил голубь Крылья, Камнем упал На землю И превратился В пшеничное поле. А сокол Стал жнецом И начал Срезать колосья. Превратился хлеб В каравай И бросился В печь. А жнец Обернулся Железной кочергой И вытянул Каравай наружу. Хлеб упал На пол И рассыпался Маковыми зернышками. А кочерга Стала жаворонком И пошла Клевать их Одно за другим. Превратился Мак В кошку И в одно Мгновение Проглотил Жаворонка. Только одно Пёрышко Осталось И стало Оно волком. Бросился Волк На кошку А она Побежала К дочери Трактирщика. Прыгнула Ей на руки И превратилась В золотое кольцо. Надела Девушка Кольцо На палец А волк Хотел Ее разорвать. Девушка Закричала Сбежались Люди С топорами И вилами И прогнали Волка. Захотела Девушка Рассмотреть Кольцо Сняла Его с пальца А оно Скатилось На пол И превратилось В красивого Парня. Встретились Они глазами И полюбили Друг друга. Взял Стан Полозан Девушку С собой И повез В родительский Дом. Только Ступили На порог И превратился Он в грозного Змея Испугалась Девушка Сбрось Змеиную Кожу Стан Полозан Из Колоса Рожденный Я боюсь Тебя. Змей Свернулся У ее Ног В кольцо И снова Стал Добрым Молодцем А старую Кожу Бросил Он За окно И вырос Из нее Прекрасный Дворец До самого Солнца Вышиной Теперь Оставалось Им только Свадьбу Сыграть Самую Лучшую Свадьбу На свете Сыграли С веселыми Гостями С зажженными Свечами Я там Был Мед Пиво Пил По усам Текло А в рот Не попало